Кстати, кстати, что это за ведро у меня тут на столе такое стоит? Это мои огурчики, видите, какие классные, малосольные, они уже почти, гульбочки, конечно, идут, когда еще надавлюшь, но вот-вот уже почти-почти они готовы. Ну, сколько им уже? Три дня? Стоять себе, квасятся вкусняшки. Оп-оп-оп, все, я вернулась. Ага, все, свет, надо включить и немножечко вас повыше поднять. Вот так, так, все, с компотами разобралась, моя песня хорошо, начиная сначала. Убираю стол, и моя задача сейчас чистить мои кабачки. Мне нужно шесть кабачков, вот, сейчас я их буду от шкабатурки чистить, ну, кожуры чистить, потому что все равно они, хоть и вроде казалось бы, да, вроде такие мягенькие, но долго с этой шкуркой будут разваиваться. Так, если у меня тут муха пролетает, не обращайте внимания. Сама уже перестала обращать внимания. Сейчас только найду, чем их чистить. Где? Ну, где? Ну, почему я на своей кухне ничего найти не могу? Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. На чем остановилась? Ага, нашла. Шесть кг кабачков мне нужно. У меня есть замечательная штучка, вот такая. Я буду вожить. Но, опять же таки, сначала начищу, потом нарежу удобными кусочками для того, чтобы натирать. Пойду возьму ляпалку, убью эти две миши. Так, хожу, чогаю. Сейчас. У меня, короче, фу, тапочки. Есть одни тапочки. Вот. Есть, молодец, Олька убила. Есть тапочки вот эти красные. Не знаю, будет вам видно. О, будет вам видно, не видно. Они тяжелые. У них тяжелая подошва. И я все время забываю. Я их одеваю, ну, и как бы в них хожу. А когда видео снимаю, и в этих тапочках сильно слышно чов-чов-чов-чов-чов. Вроде тяжелый ход у меня. На самом деле, не тяжелый ход. На самом деле, просто подошва у них очень тяжелая. Такая качественная, хорошая. Из-за этого они чаще всего и... Чего, вот сейчас я быстро их переодену. Так, все, переодела. Соземьми гораздо мягче и тише будет ход. Ну, как, 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 вот как, как. Два бутля. Два бутля. Так, все. Теперь я уже точно буду с вами. Точно. Видите, как, то один позвонит, то другой. То муха прилетит. Елки-палки. Вот Николай звонил. У нас уже, по ходу, часов, часов, часов. Даже не посмотрела, часов всем, наверное. И отвлек меня немножечко от моих работ, забот. Вот, и вот теперь, все. Я теперь, я теперь с вами. Практически. Такой с мухами с этими сил нету. А собаки, что, они что же? Туда, сюда. Только сказала. Нет, Ева, лежи, все нормально. Ева, не понял, очень лапкает, значит, нет. Короче, все, чищу я кабачки. Потому что я так никогда не закончу. Смотри, ух, ух, красота. Оно хорошо, вот эти вот, от кабачков штуки, свинкам. Они живут, как макарошки. Для них это лапша. Лапша. Вот, отлично. Ой, хорошая такая штука, чистилка. Мне так она нравится. Это вообще просто обалденно. Это мне, по-моему, Венерочка присылала. Спасибо, Венерочка. Да, есть такие штуки, которые упрощают жизнь хозяйки, как говорится. То ли ножиком, да, чистить его три часа. То ли ты чмак, чмак, чмак. И все, и кабачок готов. Он скользкий такой. Этот кабачок. Может, как он здоровенный. Это мажмар. Ой, здоровенный и скользкий. Еще после них на руках такой непонятный налет. Ай-яй-яй. И ой-яй-яй. Что кошмар какой-то. Не очень удобно, но мы с этим справимся. Так, обрезаем вот эти все мордочки. Я сейчас вот так отрежу. Вот так отрежу и вот так вот отрежу. Мне будет удобно его впускать в терку. Так, что у нас с бубками? А, бубки уже здесь есть. Здесь еще нет. Потому что здесь тело пустое. Ну-ка. Здесь есть, но они такие маленькие-маленькие. Не знаю, стоит ли обрезать их или нет. Это тоже надо обрезать. А здесь придется чистить мне бубки. И плохо, и плохо. Так, здесь я так нарезаю себе спокойненько. Все нормально. Наверное, здесь бубочки возьму, да вычищу. Сейчас ложкой. Раз. И все. И пойдут они поросятам. Не хочется мне, чтобы вот эти какие-то бубки тут попадали. Знаете? Они хоть и нежненькие, мягенькие, но на всякий случай. Вот, чтобы этого не было всего у меня в икре. Ну, переросли, да. Я же говорю, они так моментально растут эти кабачки, что это просто трындец. Трындец. Так, все. Бубка. Бубка вычищена. Раз. Бубка вычищена практически. Два. Сейчас приловчусь. Это пока не сначала. Ох, да я хоть пишу-то, господи. Нет, жару сейчас попустит и будет хорошо. Я сразу воспряну и живу. У меня ночью, вот бери ночью работы. Хоть бери-то меняй свой график жизни. На, на ночной. Здесь я, наверное, тоже возьму, да вот так сделаю на всякий случай. Не хочу я эти бубки. Что-то мне как-то... Они не впечатляют. Хоть они и манюсенькие, но не впечатляют. Кабачков хватает, что мне экономить. А свинкам будет счастье, правильно? Вот. Вот, красотка. Вообще, конечно, этот сорт кабачков удивительный. Он удивительный. Это сейчас просто они переросли. А вообще, я же говорю, они такие молоденькие. Там даже не видно этих бубочек, когда они помоложе. Длинные тоже такие. И все, начинаешь их этот чистить, резать. А там даже не видно, что есть бубочки. Даже намека на них нет. Так. С ровностью как-то не так. Сейчас мы это все дело начистим. Потом на моей супер-машинке. Быстренько это все дело перекрутим, перемолим. И будет мне счастье. Чистила бы и чистила, как прикольно. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, девочки и мальчики. Поставила сейчас, выставила, чтобы по граммам. Все, загружаю, буду 6 кг отмечать. Если нет, то дорежу больше. Но мне надо... Мне надо 6 кг. Что самое интересное, знаете, что? Заметила. Маленькие кабачки, которые я собирала, есть у некоторых косточки тоже. Вы представляете? То есть им не хватает водички. Надо поливать, начинать кабачки. Потому что я так чувствую, что... Так, что, давай 2 кг, чтобы было. Да ну, ешкин кот! Вот, 2 кг. Пересыпаем. Опять ставим. Да фига мне надо. Сейчас пойду еще чистить буду. Ой-ой-ой, сколько мне еще надо будет. 2, а здесь сколько? 3 кг. 3 кг. А мне 6. Оу-оу-оу-оу. Пошла за кабачками. У нас началась сирена. Копается. Так, пока убираю. Примерно уже понимаю, сколько. 3 есть. Еще 3 нужно начистить. Взяла вот такие вот зеленые. Будем сейчас еще и зеленые чистить. Ну, не шкура, а такая более, видите, плотная. Надо, может, и по 2 раза проходиться. Чтоб не было этой зелени. А было уже беленькое такое. Так, у меня разряженная батарея. Так, ребята, сейчас самая главная задача. Мне быстро перемолотить эти кабачки. Все же тут у меня нарезанные. Вот, и ставить их сразу же тушить. Я их молочу и сразу тушу. Вот это вот. Зеленькое. 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 Ставляю. Зеленькое. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот мой падалишний чеснок. Тот, что я не выкапывала специально, я его обрабатывала, лишнее вырывала. И вот такой вот падалишний чеснок. Будет прикольно, если... Ну, он разный, конечно, если поменьше. Но в основном, вот смотрите, тот, что я специально обсапывала, вызрыхляла. Вот такой вот получился. Будет смешно, если тот, что мы садили, получится хуже. Боже, как на улице хорошо. Боже, как хорошо. Если бы не сирена была бы вообще чудесна. Как свежо стало. Еще Коля поставил поливалки. Мамочки, какая свежесть идет. Красота. Просто красота. О-о-о. О-о-о. Какая красота. Слушай, я прям не могу. Свежесть такая. А я там на кухне подыхаю. Ой, у меня меньше и набрызывала. Блин, надо было сначала кабачки собрать, зайка. Выключай, пособирай, потому что они уже кабаны лежат. Я же с этими семечками потом удохаюсь. Конечно. А эти помидоры, по-моему, решили, блин, перерасти меня. Это что за Новый год, а? Это что за Новый год? Вы куда тянетесь, товарищи? Товарищи помидоры, я вас спрашиваю, вы куда собрались тянуться? Смотрите, вот. Это мой пояс, получается. Ой, оборвала помидоры. Вот мне по пояс, получается, эти помидоры. Обалдеть, прикидывайся. Мне по пояс помидоры. Что это за новость? И они, по-моему, не собираются прекращать. Получается, я не туда большие палки ищу. Получается, да. А эти же самые первые пошли. Я поэтому и сюда, потому что они начали возить. Эти большие, сюда нам было большие. Это же те, что я провтыкала. У меня не было палок. Это ж палки, а потом уже в маму. Я поняла. Это я тут провтыкала, помнишь? Ага. Видишь, от того, что им воды не хватает, здесь они тонкие. Ой, они пытаются идти в семена. Вот они думают, что будет засуха. И им надо срочно выработать семена. И вот они, пожалуйста, в эти бубочки идут. Даже манюсенький кабачок, он, зараза, идет в бубки. А вы посмотрите, что с моими руками. Это все. Сейчас покажу. От кабачка. Сейчас, будто там видно. Вон, смотрите. Вот такая пленка образуется на руках. Это от кабачка. Это ужас. Просто ужас. Постягивала все руки вот с этой пленкой. Ну, тут опять, видите, да. Это буквально мы один день не собирали. Но они молоденькие, они классные. Они классные. Единственное, что семена, они переживают о том, что засуха наступает, и они пытаются быстренько-быстренько выкинуть семена. Уже огурцы пересаживать надо, вы посмотрите. Малыш, Анди, я моя повылазила. Они потянулись, потому что им места нет. Нету им этого света. Они потянулись. Ой, Господи, Боже мой. А тот загнулся внизу, потому что ему вообще мало света. И этот, мало света. И воды мало, и всего мало. И огурцы уже огромные наросли. Немного, но наросли. Вот оно еще, видите, надо собирать его. Куда ж мне такого огромного бычка. Сегодня целый день просматривала видео, что нужно делать, что, блин, что это с моими огурцами, видите. Она понаходила куча не рецептов, а сейчас буду смотреть, оно это или не оно. Я лично ничего не вижу. Говорят, это клещ. Вы клеща видите? Вот это черная клещ. Если увеличить. Читует просто земля. Говорят, вот это делает клещ. Короче, в общем, надо их обрабатывать, потому что этот клещ сожрет мне все огурцы и повыксазывает, сволочь. В общем, мне надо их полностью. Вот видите, что они творят. Вот желтые все. Все желтые. Ну, понятно, что это клещ, это зараза. Короче, в этом году у нас, не видела этот огурец, аж куда мне его теперь девать, такой огромный. В этом году у нас, ребята, как не клещ, так гусеница. И как не гусеница, так еще какая-то зараза. Сейчас пока я с вами сижу, у меня еще и эти сгорят. Как они, кабачки. Надо лететь и надо бежать. В общем, обрабатывать надо. Уже насмотрела, с чем их надо обрабатывать. Надо в брызгалку набирать. Всего и побольше. И просто их нафиг обрабатывать. Потому что не будет у меня дела. Вот из-за этого они и не хотят мне давать урожай нормальный. Ну, то есть он как бы есть, но его очень-очень мало. Из-за этого они вот это вот бедненькие такие становятся. Видите? Ну, вот просто надо их полностью обрабатывать. Потому что огурцов я не увижу в этом году. Кстати, сегодня были на рынке 28 гривен оптом огурцы. Вот на овощном у нас рынке 28 гривен оптом. Оптом, я так понимаю, от 10 килограмм, наверное. Нету. Вы видите, что творится? У меня в это время уже куча огурцов. А здесь сейчас он пустоцвет, зависть, сохнет. И есть, конечно, с другой стороны. В общем, надо их травить. Слушайте, я в этом году, блин, я не знаю, я с этой травой задолбусь. Да, вот, смотрите, все. Пустоцветы, пустоцветы, пустоцветы. Что это такое? Пустоцвет. Они не дают детей, потому что... Где-то беленькая вот эта есть клещ? Что? Что это такое? Да, Коль, тут вообще толку не будет, слушай, с ними. Их или надо травить, или что-то надо делать, потому что, я же говорю, как я и смотрела сегодня в видео, и желтеют они потихоньку, и, в общем-то, толку не будет. Надо брать, заливать вот ту штуку, которая насказана, и их полностью затравливать. Такого не должно быть. Такое впечатление, что их кто-то собрал. Понимаете? Такого быть не должно. Вот с той стороны есть кабаны, и все. Зато не горькие. Видно, да? Полностью болеют все. Полностью все. Их полностью поражает гадость. Никуда это не годится. Смотрите, полностью он, золотые листья. У меня в прошлом году, в это время, я уже ведрами огурцы собирала. Я уже и квасила, и консервировала, я уже и то, и все, и это. В этом году уже такое, это какое-то издевательство. Все, напал клещ, и оно высасывается, снимает все соки. Соответственно, огурцы не хотят плодиться, не хотят расти. Им не хватает сил просто даже расти. А то еще и плодиться. Куда? Ну, а вот, конечно. Вот, смотрите. Все. Вот то, что я и говорила. Сок высасывает. Это как у нас манилюс, да, на деревьях. Так и вон. Вы посмотрите на это вот. Что-то все желтеет. И все, короче. Ну, откуда это? Братья травы затравливаться. Не день то расстройство. Они полностью все болеют причем. Абсолютно все. Вы посмотрите на этот. Он просто зажирает. Что самое интересное в этом клеще, что он размножается очень быстро. То есть, каждые три дня вылупляются его яйца. И каждые три дня нужно с ним бороться. Что тут с ним нужно делать. В общем, я очень расстроилась. Я очень сильно-сильно-сильно-сильно расстроилась. Паутинный клещ называется. Вот так вот. Не будет дела. В общем, ребята, делаем мы смесь. Ты мыло не размешал, нет? Нет. Надо размешать? Ну, конечно. Чтобы же там было мыло. Да любой палочкой. Ну, Коля надела, как этому специалисту. Перчатки. Перчатки. Да любым чем-нибудь, чем размешаешь, тем размешаешь. Хоть чуть-чуть, да. И залить немножко мыло, чтобы сделать этот покров на этом. На как его. Это у нас обычное хозяйственное мыло. Прилипатель делаем. Да, прилипатель получается. Но оно как покров делает такой вот. И пивом можно, и сывороткой можно, и мылом можно, и плюс мы еще... Нельзя, Ева. Туда... А где ты дел эту штуку? Выкинул уже. Выкинул, конечно. Какой-то биопрепарат мы еще нашли у себя. И, в общем-то... Там мы от всяких клещей. Да, от всяких клещей. И паутинный клещ тоже есть на 4 литра воды. В общем, сейчас Николай побежит, будет обрабатывать. Вот. Так, надо через что-то просеять, блин, шиши. Сейчас вот и калаш с матерью, и на калаш с матерью, и что? Ну, ничего. Ничего, ничего. Он и забьется в пистолете. Ой, блин. А чем? Я все взяла. Давай, у нас времени нет. Я дыркую. Крамляй. Так а зачем стакан-то? Я так могу вылить. Давай, не надо так лить, потому что ты сейчас возьмешь и выразольешь тут везде. Господи боже мой. Давай, Китя. Время уже. Стакан? Да не, больше не надо. Еще давай. Два? Давай два. Хай прилипает конкретно. А может еще и три лучше. Ты уверена? Да. Можно одним вообще мылом обрабатывать. Не, ну там пропорции, что вообще фигня надо. Ты что? Ничего не будет ему. Все. А это высыпай назад, Хай расставил. Ой, господи. Так а что, пиво не взяла, или что? А мы что, шашлык собрались сегодня? А как без пива-то? Я не могу понять. Что, мы шашлык собрались жарить? Кстати, можно и пивом обрабатывать огурцы. Кажут, что пиво обязательно для огурцов. Накрой-то мыло, чтобы собаки не лазят. И чтобы ничего туда не попадало. Слышишь? Конечно накрою. Ну все, какой пытаемся день пожарить это мясо несчастное. Оно уже там, блин, бедное перемариновалось уже так, что просто все. Мне надо хоть заглянуть до него. Перевернуть что ли в этом маринаде. Ты огурцы привез, да? Нет. А где они? Там. В миску взять, пойти забрать? Ну, сейчас пойду возьму миску. Перейду заберу. Боже, 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 чиловиде. Так, у меня тут здесь кипит. Здесь кипит. А-а-а, горячая, горячая. Сейчас помешать надо. Чтобы не пригорело, не дай бог. В двух кастрюлях делать, потому что в одной быстро начинает от веса пригорать. А он друг на друга давит и пригорает. Мне надо, чтобы оно просто хорошенечко протушилось практически до однородной массы. Чтобы вся вода практически вышла, и оно хорошо протушилось. Все, взяла миску, бегу за огурцами, которые успела собрать. Оп, оп. А у меня еще горошек лежит. Ой, ребята, блин. Ну, ешкин кот. Что ж такое, понимаете? Ой, а у кого-то костриком пахнет классно. Ой, какая прелесть. Я тоже хочу миску. Ну, не судьба. Зая, а те листья, которые поражены, ты их срывай. Прямо. И не здесь бросай. Их надо полностью забрать. Ну, понял? Сорвал, забрал, соврал, соврал. Я так понимаю, что у нас и кабачки. Сейчас вот это перехвореет. Кабачки оно тоже очень любит. Может быть, и листья кабачков обработай, которые с этой стороны. Понял? Возле них. Которые рядышком. Я не знаю. Ну, пожалуйста, обрабатывай. Главное, снизу. Ну, вообще, у меня такого не было. В такое время у меня вот это вот такое количество огурцов. Что-то за все ведрами собирают, а я вот это вот что? Хожу, выпрашиваю. Что это за такое? Что это за огурец вообще? Давай, давай, собираю яйти-ка. Да, блин, пытаюсь, видишь. Что, ребята, уже темнеет на улице. Честно говоря, не знаю, сколько времени. А ну, перестань их трогать. Свинякили. Свинякили уже требуют жрать. Надо им вынести отходы от кабачка. А мне что нужно? Мне нужно срочно сгонять. Я забыла. У меня лука нету совершенно. А на кабачковую крючку мне сейчас нужен лук. Поэтому я иду. Зайка здесь работает во всем. Я с этой стороны листья все пообрывала. Вот эти вот плохие. А он с той стороны уже обрывает и, в общем-то, травит все это дело. Я иду за лук. Вот. Итак. Ой, боже мой, мои бедные несчастные. Ну, стоят, стоят. Вот что. Тот похилился немножко, конечно. Мы тяжеловато. Ему его бы полить. Сейчас надо взять полить. Тут, как назло, ничего нет. Шлангу надо взять да полить. Иду. Мне нужен лук. Сейчас я буду брать. Самый такой, который мешает друг другу. Вот. Какой тут самый такой, что мешает друг другу. Понимаете, мне что же еще его найти. Здесь такой. Раз. Два. Будем смотреть. Будем смотреть. Бурьяны, блин. Задолбали эти бурьяны. Слушайте. Прям. Вы тут не мешаете друг другу? Ну, с одной стороны бурьяны задолбали. С другой стороны я понимаю, что их вырывать нельзя. Потому что они хоть немножко влагу держат. И хоть немножко мой лучок растет, понимаете. Я сейчас только вырву эти все бурьяны. Мой лук сразу моментом весь посохнет. Вот поэтому мне нельзя вырывать. Фу, фу, муха залетела в рот. Меньше разговариваю. Ольга. Ольга Николаевна. Не, ну если прямо возле корня растет, конечно, этот бурьян. То надо, естественно, возле корня вырывать. А если чуть-чуть подальше, то можно не трогать. Так. Так, так, так. Вот здесь очень рядом растет лук. И где еще, где еще? Вот тут вот, да? Ой, вот. Угу, угу. Блин. Так, что еще у меня тут быстренько? Там закипит все. Чтоб, не дай бог, не делай мне ничего. Не подгорело. Это будет весело. Так, где еще, где еще? Ты маленький? Ну ладно, пойдешь. Маленький, потому что мешаешь всем. Так. Еще пару штучек, да? Вот тут вот есть. Смотрю, мешает. И где-нибудь еще, да? Где-нибудь еще. Здесь все нормально. Так, тут. Тут, тут, тут. А, тут что-то вообще посох. Здрасте. А что с тобой случилось? Ты готов к тому, чтобы выйти? Так, это плохо. Надо его срочно отсюда выкапывать. Так. И что еще? Тут вроде нормально. Тут высох, надо его копать. Вот этот вот надо забрать. И тебя заберем. И тебя вылечит. И тебя вылечит. И вот сейчас. Так, все. Достаточно у меня. Лука. Сейчас главное, что пособирать, нигде не провтыкать. Так. Довольно такой неплохой лук. Опа. Ай. И еще вот здесь. Ого. А мне все в одну руку не лезутся. Оля захопылась. Боря. Ого. А как я его сейчас соберу весь? Да ладно. Вот это я что-то. Оказалось так, чуть-чуть, чуть-чуть. И оно на вон, чуть-чуть, чуть-чуть его нарвало. Опа. Все. Вот такой вот урежай мне лук. Все, топаю. Сейчас надо выйти еще чернобрюсцы полить. Потому что... Ой. Потому что засохнут. Блин. Через эти шланги сейчас убиться можно. Нигде ничего не теряю. Блин, как с дуру нарвало всего лука. Тяну. Спрашивается. Чего сука нарвало-то? Не теряю ничего. Пошли, пошли, пошли. Нянечка, видите, она скачет. Лошадь, лошадь скачет. Ну что, вечер-вечерок. В общем, не дождались наши плечики и мяско костра. Поэтому отправились на сковороду. Пожарились на сковороде. Николай еще он салатик делает. Все, вот такой вот у нас будет ужин. Без костра. Ну что, там еще чуть-чуть мяско осталось. Может быть, завтра все-таки мы доедем до этого костра. Ну, посмотрим, будем очень сильно надеяться.